Товарищи офицеры и генералы Генералы, я весьма рад встретиться с вами в этой торжественной атмосфере. Вы делаете все для того, чтобы сохранить страну, чистое небо над ней. Сегодня, 23 февраля, мы награждаем истинных защитников Отечества за боевые заслуги в мирное время. И мирным для нас оно остается, потому что наши воины стоят сегодня на пути реального врага, как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств. У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия, боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб. Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Сегодня лучшие из них удостоены высоких государственных наград и высших воинских званий. Спасибо, уважаемые друзья, вам за службу, за то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле. Обращаюсь к каждому, кто выбрал благородную профессию родину защищать, ко всем, кто уже сейчас мечтает когда-нибудь надеть военный мундир и с честью служить своей стране и своему народу. На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси. И речь не только о готовности встать на ее защиту с оружием в руках, не допустить втягивания страны в конфликт. Сегодня как никогда важно ваше участие в воспитании подрастающего поколения. Вы живой пример этому поколению. Кто, если не вы, должен стать примером исключительной преданности Отечеству? Кто, если не вы, можете быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов. Ведь как бы не развивалось современное технологическое направление и современные технологии, как бы не совершенствовали средства ведения боя, без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания человека. Уважаемые друзья, всех вас и кто нас сегодня услышит, поздравляю с Днем Защитников Отечества. Благодарю за ратный труд, мужество и самоотверженность. Счастья вам, вашим родным и близким, здоровья и успехов в службе во благо нашей Родины. Ну а сегодня традиционно хочу вручить присутствующим государственные награды и отдельным военнослужащим погоны. Счастья вам, вашим родным и близким, здоровья и успехов в службе во благо нашей Родины. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь, в этот знаменательный день, День Защитников Отечества, святой праздник для всех нас, людей погонок, позвольте от лица всех офицеров, которым присвоены генеральские звания, а также вручаются высокие государственные награды, поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда и прежде всего труда воинских коллективов, которые мы возглавляем. Мы понимаем высокую ответственность, которая на нас возлагается. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь, уверяю вас о том, что мы приложим все усилия для укрепления обороноспособности нашего государства, его надежной защиты. Служим Республике Беларусь! Уважаемые друзья, мы вот генералов вроде бы не награждаем, но без их труда, наверное, и ваши награды, и звания очередные были бы невозможны. Поэтому руководители наших ведомств, вас еще раз поздравляю с этим светлым праздником. И очень правильно сказал генерал Белый, мы поздравляем сегодня всех, кто носит погон. Это значит, что это не только мужской праздник. Он уже стал всенародным женским, мужским праздником, потому что очень много наших добрых женщин доблестных носят сегодня погоны военнослужащего. Поэтому еще раз с этим всенародным светлым праздником хочу вас поздравить.